Привет-привет! В декабре состояние души всегда особенное и всегда праздничное, поэтому предлагаю настроиться на нужную волну уже сейчас с афишей от «Вокруг света Украина». На портале «Вокруг света Украина». Любителей всего удивительного и нестандартного ждут на певческом поле. С 13 декабря и по 2 февраля тут будет проходить фестиваль гигантских китайских фонарей. Многие путают это действие с запуском небесных фонариков, но это далеко не так. Этот фестиваль – целая культура, которая пришла к нам с Востока. Более 30 гигантских инсталляций, подсвеченных изнутри, создадут волшебную атмосферу на территории одного из лучших ландшафтных парков. За душевную атмосферу в канун Дня Святого Николая ответственна певица Мария Бурмака. 18 декабря в шоколадном домике на Шелковичной она будет петь песни о любви, о верности и о настоящем. Это будет только голос и гитара. Народная артистка неспроста выбрала для концерта именно тот день, когда Святой Николай только-только отправляется в путь. Какой же Новый год без главной елки страны, которую зажгут на Софиевской площади? Главная зеленая красавица будет украшена семью сотнями игрушек в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. Длина елки 30 метров, ширина 35 метров, ее вес более 100 тонн. В этом году главной темой праздника стал мир приключений Щелкунчика и его королевств. Гостей города и киевлян ждут праздничные локации в сказочном стиле, королевство подарков, ярмарка сувениров и лучших подарков к празднику, куда съедутся сотни мастеров со всей Украины. Королевство вкуса, самое вкусное блюдо и напитки, мюнхенские колбаски, шашлык, праздничная выпечка, душистый глинтвейн и много-много сладостей. Королевство развлечений, сказочный город для детей с аттракционами, аниматорами, инсталляциями и подарками. Королевство лайков, многочисленные фотозоны на Софиевской площади и Владимирском проезде. На нашумевшую в сети выставку «Юкрейн Вау» вы можете успеть сходить до 29 декабря. Уже переступив порог павильона, так и хочется воскликнуть «Вау! Какая она невероятная!» Выставка «Юкрейн Вау» о наших украинских Вау, обо всем самым лучшем, что есть в Украине. Гостям арт-зоны предстоит вообразить, что они путешествуют по нашей стране на поезде. По пути они попадают в семь зон – купе, первое знакомство, беседа по душам, сон, остановка, сдача купе, прибытие. Во время такого путешествия, по задумке авторов, посетители должны заново открыть для себя страну и узнать о ней много нового. Тут можно увидеть автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко, первую напечатанную в Украине книгу «Апостол» Ивана Федорова, серебряные гривны Киевской Руси, уникальную украинскую керамику. Еще можно попасть в виртуальную реальность и найти другие приключения. Но самое главное – вы однозначно обогатите свои знания об Украине. И не просто об Украине, а о «Вау!» Украине. 22, 23 и 24 декабря послушать рождественские истории зовет вас Тина Кароль. Певица готовит очень насыщенную программу. Участниками шоу Тины станут выдающиеся люди, которые поразили своими историями в уходящем году. Это не только артисты, спортсмены, политики, а и общественные деятели и дети. 22, 23 и 24 декабря на сцене Дворца спорта вы увидите «Монатика», «Дзидзо», «Безобмежень», «Хаят», «Олега скрипку» и «ВВ», «Женский квартал», «Оркестр вооруженных сил Украины», «Звезд голоса страны», «Танцев со звездами» и многих других. А еще во время концерта будут разыгрывать подарки среди зрителей. Хотя самым крутым подарком будет, естественно, невероятная энергетика, которую подарят зрителям артисты. Если вы еще не придумали, как оригинально и нестандартно отпраздновать Новый год, предлагаю вам телепортироваться в Киевскую Русь. Телепортация произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января в Древнем Киеве в парке «Киевская Русь». Для вас подготовили конные выступления, традиционные средневековые забавы, танцы, а еще шоу двойников и интерактивный спектакль с огненными спецэффектами. Ну а как же без вкусных блюд прямо с костра? В Киевской Руси все предусмотрено. А еще напитки и настойки, бесплатное катание на лошадях, подарки и фейерверк. Изюминкой праздника станет новогодний маскарад. Здесь вы встретите исторических персонажей, героев сказок и кино. Действо пройдет в уникальном месте на средневековом амфитеатре. Главное, после такого Нового года вовремя вернуться в реальность. Рождество в Европе – это всегда атмосферно. В период с 25 по 7 января, очутившись практически в любом крупном городе Европы, вы найдете массу удивительных ярмарок, фестивалей и карнавалов. К примеру, в Германии в эти дни работают рождественские базары с удивительными подарками и украшениями. В Испании любят повеселиться. Люди выходят на улицы, устраивают шествия с песнями и танцами, которые зачастую сопровождаются костюмированными кукольными карнавалами. Швейцария также известна карнавалами и различными рождественскими выставками, конкурсами снежных и ледяных скульптур. А еще в период рождественских праздников каждая страна представляет свои кулинарные козыри. В разных странах рождественское меню сильно отличается друг от друга, но везде существует главное блюдо. Например, в Чехии главным рождественским блюдом является карп. Рыбу за несколько дней до праздника ловят вручную или покупают живой, а готовят только перед подачей на праздничный стол. В Италии главным блюдом является гусь, к которому подают пасту. В Швейцарии в качестве основного блюда выступает лосось в сопровождении жаркова. Вкусно везде, поэтому на какой стране остановиться – выбор за вами. Друзья, с наступающим вас Новым Годом! И пускай в Новом Году ваша жизнь перевернется с ног на голову в хорошем смысле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова